магваларон виктор а с какого потолка вы взяли что поле это не дискретный объект я с вами не спорю это вы делаете утверждение которое отказываетесь обосновать веселый такой момент дискретный и не дискретно вот что такое применительно к полю дискретный не дискретный объект это подразумевает что поле закончилось все просто вот было поле и закончилось ему здесь у вас есть какая-то мысль такая может там альтернатива то поле одного объекта закончилась перешло в поле другого объекта и так далее так прочее они вместе создали много полей что вот именно так устроен мир здесь с этим делом не получается не сходится наблюдение вот у нас для того чтобы мы рассуждали о поле у нас этот объект поле по физическим проявлениям должен соответствовать реальным проявлением вот то как есть природе да у нас есть немножко мозга который мы можем посопоставлять факты до пройти каким-то выводом и мы приходим каким выводом во первых у нас ни на чем ином кроме как на поле наша вселенная держаться не может есть две таких альтернативных точки зрения не ученые считают что наша вселенная держится на гравитационных силах что гравитационное взаимодействие распространяется бесконечно далеко покор по космосу есть альтернативная не научная точка зрения что гравитационное воздействие где-то там кончается дальше ковер галактик на нас не оказывает никакого воздействия уже далеко и так далее так прочее это ну две разные точки зрения если бы гравитация где-то заканчивалась и тела не взаимодействовали друг с другом вот гипотетически даже невозможно ну как внезапно там пространстве заполненном материи можно получить вот такую отличную картину но он представьте исходно у нас две базы либо это притяжение либо приталкивание вот мы взяли бесконечное пространство по-другому невозможно и заполнили какими-то кусками разнородной материи вот это вот материя притягивается вся вот эта вот зона да а вот это вот зона отталкивается вот взяли мы так вот два разных блока природных сделали дал в нашей вселенной там еще какие-то участки с другими законами предположим ли с такими же законами вот два разных взяли что у нас произойдет через пять секунд вот как мы взяли два разных то что на притяжении она просто за пять секунд за одну секунду так схлопнется в одну точку из расходов все обвалилась в одну точку не стало никакой не материи не звезд не планет не галактик в этой зоне да все лавинообразный процесс то что на отталкивание она сразу заполнила эту зону и у нас стала опять одна зона на отталкивание да вот эту большая уже область построена на комплексном отталкивании которые дают приталкивание естественный вид тот который мы привыкли тоже касается остальных зон остальных областей вселенной мы можем о них мечтать выдумывать какие-то свойства фантастические но у нас есть только два теоретических варианта которые нам дают только один вариант вселенной узкой бы мы тут не сочиняли него там фантазировали не на придумали новых версий во все равно получится в результате только одна версия что у нас бесконечное пространство на макро уровне равномерно заполнена материя будет для каждого куба на макро уровне какая-то средняя плотность она будет средняя по вселенной один и тот же показатель по другому никак не получается силы передаются полевым воздействием вот поля это не вещественная материя есть вещественная материя она состоит из частиц есть полевой он не имеет массы не имея сгустков есть там внутри частица внутри сгусток какой-то внутри этого поля вот мы взяли поле допустим отсюда до стенки да и пять частиц там каких-то в этом поле разместили что-то поменяется в плане фундаментального взаимодействия ничего не поменяется просто три дополнительных там источник или пять дополнительных источников несколько дополнительных источников поля будет в этом объеме фундаментальное взаимодействие но как проходила через этот участок пространство так и продолжает проходить и само это полевое воздействие но не дискретно по своей сути потому что но если бы оно кончалось вот допустим допустим вот метр кончилось да то дальше это тот допустим поле этой мышки распространяются на метр дату эта мышка бы не взаимодействовала уже со вселенной да эта мышка бы уже не падала на землю до земля состоящая из таких мышек бы уже не обращалась вокруг солнца солнце бы не занимала свое место в галактике то есть это не саду эта фантазия о том что поле дискретно вот в этих пределах кончилась она не соответствует проявлением реального мира это никакой не постулат это вот действие 2 плюс 2 равно 4 да вы можете это сосчитать да кто-то может кто-то не может вот те кто может сосчитать минуты считают что вселенная состоит был как раз на этих принципах работает по-другому невозможно вы не получаете картину мира за бортом мы надо надо там больше более длинное там уравнение прочитать чем 2 плюс 2 равно 4 но все равно вся картина получается вот так поэтому это никакое не голословно утверждение это никакой не с потолка утверждения это реальный факт что поле это не дискретный объект так она получается вот закон достаточного основания вот там по всем по проявлениям это дает выиграть здесь достаточно основания понимать что поле это не дискретный объект по всем видимым проявлениям и задискретировать и наслеплять уже не пусть она нигде не кончилась вот она не кончилась между мышкой и землей да хотя мы на 148 этаже и что 148 этажей она не кончилась ли 48 я не понял сколько здесь этажей не суть это не важно в принципе это некомпетентность но это некомпетентность присуща не всем не всем сторонникам ньютоновской версии как бы часть из них там ну часть академиков это понимает что это не так не в принципе дают некоторые пояснения в чем смысл откуда это взяло это вот детская аргументация когда-то у нас ньютонское взаимодействие это взаимодействие двух масс мы взяли яблоко взяли грушу да они должны когда притянуться лежали яблоко взяли землю яблоко должно как-то приближаться к земле остальные тела космоса вот основной ковер галактик она вот эту здесь эта концепция не учитывает а какое обоснование почему надо не учитывать это все остальное потому что это все остальное якобы дает ноль взаимодействия ноль силы и по все уравновешено и дает ноль сила но не обосновать это как мы берем сферу из каких-то частных зарядов частных масс ставим что-то внутрь и она не видит этой сферы все взаимодействие равновешено вот на самом деле никакой сферы не получается там получается что-то типа полумесяца объемного такого сфера с разная толщиной стенок с стороны на узел там на 30 процентов больше чем с другой да но они про это не знают у нее так вот просто одна бабушка им без доказательное то сказала что 0 внешнего воздействия не так в это верят это только школьный учебник хотя с другой стороны если мы по просчитаем а также полностью то получится другие результаты этого нет и мы этого никто не дал ну естественно они пребывают наивном состоянии они не знают что что происходит когда поля друг на друга накладываются что если там тысячи единиц справа тысячи единиц слева сложить это бы два встречных вектора силовых если миллиарды сложить справа слева ты будут другие более мощные вектора и что это самая большая фундаментальная сила в природе они в результате этой безграмотности записывать гравитацию слабое взаимодействие а это сильнее чем ядерное взаимодействие это самое сильное взаимодействие в природе вот это просто один большой поток без безграмотности который сформировался только потому что на ранних этапах было все тоже британское влияние сильно мы перешли на британские стандарты образования скажем так в те времена мохнатая и британские версии образования а какие весы ньютон слабоумный ньютон ломоносово своего с нормальной гравитации мы откинули в сторону и перешли на британские вот эти позорные методики в результате позорных методик которые построены с ошибками следующее поколение начали еще более позорные эйнштейновские методики с искривлением пространства придумывать но это вот та большая безграмотность которая затянулась физической базы нет под этим тут скорее всего даже не не про лень это тут про возможности человеческого мозга вот смотри можно ли эту задачу просчитать для того чтобы эту задачу просчитать вам нужен не слабый вычислительный ресурс даже для того чтобы представить эту задачу вы что же вы же не видите модели вселенной с равномерным заполнением вы не можете их просчитать вот вы что прочитали учебники на или прочитали в обзоре научной литературе такие представления вы получаете о мире вы же не сели там не просчитали это на бумажке да не прикинули эту форму не в нет моделировали чтоб туда выйти вам нужно ресурс интеллектуально с которой вы можете работать хотя в принципе ну или привычка мыслить мыслить проверяя все по инженерному был как такую привычку приобрести тут как бы не очень простая ситуация люди же делятся по представлениям своим на две категории одни люди понимают что пространство бесконечно но не может нигде закончится и прерваться другие люди могут просто верить или не верить то что им скажет вот человек который проверил поверил что пространство искривилась чтоб вселенная конечно кто это такой принципе вот по типу мышления это несмышленный детеныш который поверил первой попавшейся информации предназначенной из нового учебника потому в новом учебнике написали что пространство закончилось абзац пространства а нормальный человек он понимая до свои мышления может допустим нормальном мыслящий человек самостоятельно мыслящий человек он понимает что пространство может закончиться угроз�니다 а не то материальная стена материальная стена не является окончанием пространства да то есть свобода перемещения по пространству фактически не может и чем прерваться и закончится это человек понимает самый стоятами мыслящие то есть по этому типу мышления у нас у людей две разных картинки о строении Вселенной. Дальше про материю. Самостоятельно мыслящий человек понимает, что материя не является пространством, сама по себе, по сути, да, и пространство не может быть материальным. Человек понимает, что это две разных сущности, пространство и материя. А слабомыслящий, ну, такой наивный, который читатель, который прочитал и запомнил, он уже как бы может запомнить и что пространство материально. Вот что ему надиктовали, то он запомнит. Фуфайка съедобна, он запомнил. Запаса фуфайками пошел в путешествие, там их варят. Это от типа мышления зависит. Вот, а дальше отмоделировать, ну, вот как вот, вот есть земля, есть яблоко, есть солнце, есть луна, да, а как отмоделировать воздействие от внешнего космоса, как? Это вам надо самостоятельно первым пунктом просчитать, что все заполнено равномерно. Что космос равномерно заполнил. Как это просчитать? Вы с разбегу это не можете просчитать. Ну, просто так вот догадаться об этом. Вам надо, чтобы об этом догадываться, вам надо два силовых типа воздействия сделать. Притяжение и приталкивание, да? Это уже как бы работа требуется для мозга, да? Когда вы взяли, просчитали это, вы поняли, что на притяжении вообще невозможно, ничего, все обваливается в одну точку, да? То есть у вас уже одна версия расталкивания и приталкивания комплексного, да? То есть вы получили равномерную взвесь галактики. То есть вы можете вообще быть слепым, находиться на необитаемом острове, никогда не видеть, что происходит, да? Но вы получите космологическую модель корректную, если вы можете мыслить. Вы получили равномерно заполненный космос на макроуровне. Дальше вы уже для этого космоса понимаете, что вы можете делать какие-то модели, чтобы этот космос будет корректно, если обменять просто на модель дроби какой-то, да? И там уже считают взаимодействие. Тогда вы уже переходите в разряд математики и можете это все переводить в формулы и не зная ничего о космосе все это моделировать. Это просто разный тип мышления. И для того, чтобы сформировать вот такой точный тип мышления, формульный тип мышления, вам надо потратить время на свое развитие, вам надо уметь на всех этапах делить информацию на достоверную и недостоверную. Это вот прямо с самого начала своего интеллектуального становления люди по-другому с детства должны делить информацию на достоверную и недостоверную в научном контексте. Это довольно-таки объемная работа. Вот, где-то так это должно происходить. Извиняю, кого мои материалы вот в этом плане интеллектуально обижают. Естественно, мы все из одной тарелки, мы все плывем в одном информационном потоке. Большинство людей не виновата. У большинства людей просто шансов нет выбраться из этого. Потому что нет. Когда вот как в болоте, ты не знаешь, куда наступить, где, ну, что и как. Вроде такие потоки. А дальше все просто от строения, психики, все по-разному к этому относятся. Кто-то яростно защищает предыдущие слои ереси, бреды и так далее. Элэ. Аминь.